Проект Брестской областной научно-технической библиотеки Инспекция Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району города Бреста это отличная площадка для получения консультаций по работе своего бизнеса. В рамках проведения встреч можно узнать об изменениях в налоговом кодексе, проконсультироваться в вопросах подачи налоговой декларации и просто пообщаться с коллегами по предпринимательской кухне. Задачей налоговых органов является предупреждение правонарушений. В связи с этим нами на постоянной основе проводятся семинары, круглые столы, информирование производится в ходе устных консультаций, акций, путем направления информации в средства массовой информации, а также путем иных форм информирования. В данном проекте нашей задачей является оказание методологической помощи в сфере налогообложения начинающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а также доведение информации до заинтересованных лиц о видах деятельности, которые можно осуществлять без регистрации в качестве субъекта хозяйствования. Соответственно, в последующем, начав свое дело, это поможет им избежать ошибок, которые могут привести к доначислению налогов и административным правонарушениям. В свою очередь, Брестская областная научно-техническая библиотека также предоставляет ряд услуг, которые могут быть интересны как начинающим предпринимателям, так и бизнесменам со стажем. Проект направлен на поддержку и развитие среднего и малого бизнеса в регионе. Сегодня сложно начинающим бизнесменам без сторонней помощи выдержать конкуренцию на рынке. Наша библиотека готова предложить свои ресурсы и услуги. Мы планируем на постоянной основе, один раз в месяц, организовать встречи со специалистами инспекции по налогам и сборам, которые проконсультируют всех заинтересованных по налогообложению и помогут определиться с выбором занятости. Что же наша библиотека может предложить представителям бизнеса? В первую очередь, это достоверная и качественная информация. Мы предоставляем свободный доступ к полнотекстовым информационно-поисковым системам. Эталон, АЛЕК, Стандарт 3.5, базам данных патентных документов. Также на бесплатной основе в интернет-центре нашей библиотеки можно пройти обучающие тренинги по созданию рекламной продукции. На сегодняшний день у нас разработано 17 обучающих программ. В этом месяце мы запустили две новые программы по работе с искусственным интеллектом и по быстрому созданию сайта. Об актуальности проекта и плюсах обращения в научную библиотеку говорят и сами предприниматели, которые пришли на первую встречу. Многие из них уже оформили товарный знак, создали логотип и зарегистрировали патент здесь, в библиотеке. Часто обращаемся к персоналу научно-технической библиотеки в том плане, чтобы знать какие-то новшества, работать уверенно и, естественно, посещать те консультации, которые они проводят здесь. Здесь часто задаем вопросы и, конечно же, очень благодарны персоналу библиотеки. Почему? Потому что они нам очень помогают в подборе научно-технической литературы, в каких-то частных консультациях и в том числе проводятся тренинги довольно грамотные. И, конечно же, консультации узких каких-то специалистов, в чем мы очень нуждаемся. Конечно же, вопросы бывают разнообразные. Но, во всяком случае, с 1 июля прошлого года снова у нас новое законодательство в сфере ремесленной деятельности. Как-то ремесленники перешли либо на ремесленный сбор, либо на профдоход, сделав приложение в этом виде ремесленной деятельности. Поэтому стараемся работать верно, правильно и на законы оснований. Я делаю, изготавливаю украшения ручной работы. И хотела бы, чтобы на каждом была моя бирочка. И я хочу разработать логотип. Но я не знала, куда сначала обратиться. И вот как раз предложили вот эту консультацию. И я на ней думаю, что мне помогут это оформить. И как это оформляется через нотариальную, через налоговую. Потому что хочется, чтобы мои работы были узнаваемые. Подобные встречи-консультации планируется проводить раз в месяц. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Монтович. Новости Бреста.